Щелковская весна. Здесь, в универсальном спортивном комплексе Подмосковья, люди с ограниченными возможностями здоровья участвуют в сдаче норм ГТО. Естественно, это делается с учетом всех их возможностей. Это им приносит дополнительно здоровье, бодрости и хорошего настроения. Здесь, в манеже УСК Подмосковья, собрались команды из Щелковского района и более чем из семи муниципалитетов Московской области. Я рада приветствовать вас на гостеприимной Щелковской земле, на которой очень большое внимание уделяется спорту для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть замечательное учреждение «Центр Спартанец». И мне кажется, сегодня вот те люди, которые побеждают на чемпионатах мира, такие как Сергей Семочкин, еще раз подтверждают, что самая главная победа – это победа над самим собой. Вы уже сделали все возможное, чтобы показать силу воли в сдаче норм ГТО. Есть особенности, мы к этому тоже готовы. Готовы наши уважаемые волонтеры, судьи, которые помогут сделать все возможное, чтобы вы успешно сдали нормы ГТО. Сдача нормативов. Мы так привычно произносим, когда речь идет о ГТО. Но для людей с ограниченными возможностями здоровья нет точных и буквальных нормативов. Для каждого из них задача стоит иная – просто показать результат, который и станет их достижением. А уже в следующем году на такой же Щелковской весне они смогут себя проверить, получается ли повысить свой результат. Спортсмен, физкультурник борется сам с собой. Сегодня он выполняет норматив, вы видите по площадкам, какие они, эти нормативы. Выполняет на определенную величину. А через год он пришел и победил себя. Он улучшил свое время, пробежал дистанцию быстрее. Он метнул дальше снаряд и так далее, и так далее, и так далее. То есть динамика роста. ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья – это праздник здоровья, который проходит в УСК Подмосковья, по сути дела, впервые, не только для нашего района, но и для всей Московской области. Это нечто новое и для Щелковского центра тестирования ГТО. Здесь решились на масштабное межрайонное мероприятие после проведения сдачи нормативов людьми с ограниченными возможностями здоровья в одном из поселений в Медвежьих озерах. Получилось, понравилось, было поддержано самими участниками сдачи норм ГТО и одобрено было научными авторитетами. Само по себе проявление двигательной активности в любом его аспекте влияет, вернее улучшает состояние здоровья, потому что они активно дышат, напрягают свои мышечные компоненты, которые помогают улучшать работу и сердечно-сосудистой, и дыхательной системы. В сдаче нормативов ГТО людьми с ограниченными возможностями здоровья, которые проходили в УСК Подмосковья, показывали свои собственные, предельно важные для каждого из физкультурников результаты в 11 дисциплинах более 150 участников. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».